Доктор Гирс Здравствуйте, осмотритель. Добрый вечер, доктор Гирс. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Конечно. Милая шляпка, фото с вашего дня рождения? Нет. Один из исследователей надел на меня данный колпак во время празднования дня рождения доктора Райтс. Понятно. Ваше кодовое обозначение? Гирс. Ранее КОГ. Профессия? Полевая экспертиза, полевой захват, разработка и анализ SCP-объектов, исследование объектов. Уровень допуска? Впрочем, неважно. Расскажите лучше о своей работе в фонде SCP. С момента вступления в организацию я принимал участие в нескольких проектах по захвату и содержанию объектов, включая SCP-015, SCP-106, SCP-162, SCP-575 и так далее. Курировал и проводил ряд испытаний с SCP-914 и SCP-212. Проводил тестирование SCP-882 с акцентом на изучение поведения групп в условиях крайнего стресса, при происходящем в тот момент НУС. В данное время не назначен ни на один объект. Это вас беспокоит? Нет, Смотритель. Хорошо. Как вы можете себя охарактеризовать? Я обычный во всех смыслах человек. Под воздействие SCP-объектов не попадал. Хорошо сопротивляюсь давлению. А ваша способность управлять небольшими механизмами? Унаследована АТО-5-1. Исключение. Ясно. Можете объяснить, что вы подразумеваете под сопротивлением давлению? Конечно. Я не способен эмоционально реагировать на любые внешние стимулы. Рефлекс испуга и универсальная реакция бороться или бежать ослаблены. Приведите пример подобного поведения, пожалуйста. Невзирая на внутреннее кровотечение и частичное ослепление, я спокойно попросил закончить тестирование SCP-236 и через полчаса самостоятельно отправился в больничное крыло. Учитывая все вышесказанное, должна уточнить, испытываете ли вы эмоции? Да. Что с вами произошло, что вы стали таким? Несчастный случай. Это могло произойти с каждым. Процесс был постепенным, и через некоторое время я просто проснулся таким. Ваше текущее состояние доставляет вам дискомфорт? Да. Опишите его одним словом. Мучительное. Однако? Однако оно не препятствует исполнению моих обязанностей на благо организации. Вы бы стали хорошим смотрителем, доктор Гирс. Благодарю, О-5-2. Вы говорили, что тестировали SCP-882 при нарушении условий содержания. Насколько мне известно, тогда вам назначили ассистента доктора Айсберг, если я не ошибаюсь. Вы правы, смотритель. Что вы можете о нем рассказать? Уровень допуска 2. Специализация исследования SCP-объектов. Машиностроение. Разработка вооружения и аварийных средств защиты. Канцелярская работа. Место работы – зона 17. Милитаризированная исследовательская зона 45. Несмотря на трудолюбие, за младшим научным сотрудником Айсбергом было замечено множество отрицательных качеств, начиная с эгоизма и заканчивая несколькими возможными психологическими заболеваниями. После неизвестного мне инцидента, его средняя температура тела понизилась до минус 7 градусов Цельсия. В чем еще проявлялись минусы доктора Айсберга? В крайней азартности и сильном влечении к противоположному полу. Но несмотря на все это, вы проработали вместе около 10 лет, что стало переломным моментом. 1 августа 1997 года доктор Айсберг не явился на рабочее место. Я решил проверить его комнату, где я обнаружил его труп. Судя по всему, причиной смерти стал выстрел в небо. Предсмертная записка конфискована и запечатана. Тело было кремировано на следующее утро. Вещи, являющиеся собственностью организации, перераспределены в соответствии с процедурой. Вам известно, почему ваш ассистент совершил самоубийство? У доктора Айсберга начали проявляться симптомы, характерные для моего текущего состояния. В предсмертной записке он заявил, что не позволит сделать это с ним нарочно. Сочувствую, доктор Гирс. Я оценю это, смотритель. У вас также был второй ассистент, Трой Ламент. Что произошло с ним? Агент Трой Ламент был выбран мной в качестве ассистента 13 сентября 1997 года. Мы работали вместе вплоть до 18 августа 2007 года, когда агент Ламент отправил запрос о переводе в регулярное подразделение Зоны 14. 18 августа? Это же ваш день рождения, разве не так? Да. Неприятный, наверное, был подарок? Отнюдь. Агент Ламент подарил мне прекрасную фотографию. Вы пересекались с бывшим ассистентом в дальнейшем? Да. Вы были этим довольны? Да. Я рада за вас, доктор. Это всё, что я хотела узнать. Вы свободны. Благодарю, смотритель. До свидания. Хорошего вечера, Гирс. Это было неловко, мисс. Могу я поинтересоваться, с какой целью вы провели данное интервью? Скажем так, доктор Гирс находится в списке кандидатов на один важный проект. Если моя фаворитка откажет, то именно он станет руководителем. Хотя его возможная связь с Чёрной Королевой вызывает опасения. Спасибо за пояснение, смотритель. Могу ли я ещё чем-то помочь? Нет, спасибо. Здесь мы закончили. До скорой встречи, Граут. Принято. До свидания, О-5-2.